Итак, добрый день! Сегодня мы с вами будем создавать семейство. Конкретно это будем на примере двери отрабатывать основные навыки. Я покажу, что, зачем следует и так далее. Все, как вы любите. Если вам нравятся мои видео уроки, не забывайте подписываться. Можно сделать это прямо сейчас, чтобы потом не потерять. Если найдете лучше, всегда можно отписаться. Спасибо! Прежде всего, предыстория. У нас с вами будет сегодня простая дверь. Я покажу всю хронологию действия. Увидите, как создается самая обычная примитивная дверь. Одна из стандартных, которые есть в наборе Revit. Отдельно для спонсоров моего канала в статусе поклонник будет расширенный урок, в котором будет более детализировано рассмотрены все основные моменты в создании двери. Это не значит, что кто смотрит этот ролик останется без информации. Все вы научитесь делать. Не волнуйтесь. Итак, начнем. Прежде всего, нам необходимо с вами начать с открытия самого шаблона, стандартного, который присутствует в Revit. Не путайте Revit и Revit. Revit это такие витаминки, а у нас все-таки Revit. Итак, я работаю в 21 версии. Что нас интересует? Во-первых, в левом углу у нас есть возможность функции «Семейство открыть» либо «Создать». Я уже говорил вкратце, за что отвечают данные команды. Я на этом заострять внимание не буду. Мы с вами будем создавать семейство. «Создать». Здесь большое различие каких-либо шаблонов, которые предлагает нам сама программа. Можно отредактировать вид тот же самый список. Обычно он наиболее удобен, чтобы для понимания вообще, что здесь написано. И нас интересует метрическая система, типовая модель, дверь. А, вот, метрическая система, дверь. Не типовая модель, а просто дверь. За что отвечают все эти наборы параметров, которые есть? На самом деле это уже готовые шаблоны, можно сказать, пресеты, такие предустановленные компоненты, которые необходимы для моделирования той же самой двери. Либо окна, либо витража, да чего угодно. Программа сама дает шаблон, чтобы вы могли в нем работать. Если у кого-то нету каких-либо шаблонов с семейством дверей, я уже говорил неоднократно в комментариях, надо сделать отдельно по этому блог, что в 21-й версии и в 22-й версии в некоторых случаях, особенно если вы не поставите галочку, не установятся стандартные семейства с окнами, дверьми, да и с материалами на самом деле. Читайте комментарии, там есть, есть поиск по комментарии, либо по каналу. Так вот, метрическая система дверь. Открываю ее. Принципиальный этап создания и сложной двери, и простой одинаков. Я открываю шаблон, в котором уже будут доступны те или иные конечные параметры. После открытия шаблона стандартного, мы с вами на данный момент познакомимся, что в нем вообще присутствует. В трехмерном виде, если я рассмотрю, у меня доступен каркас для моего дверного полотна. Грубо говоря, это что-то наподобие наличника и само дверное полотно. У меня присутствует проем двери и больше по факту ничего. Если я зайду в типоразмеры в семействе, я могу увидеть то, что у меня присутствует высота, ширина. Высота и ширина это уже самого полотна, примерная ширина, точнее не так. Высота и ширина это ширина и высота проема. А примерная ширина и примерная высота это будет высота и ширина дверного полотна, которые мы будем с вами указывать в дальнейшем через формулу. В дополнительных прочих параметрах у нас есть каркас, наружный каркас внутренний и ширина самого каркаса, который как раз таки представлен у нас вот здесь. Либо на виде сверху с плана этажа, пырный уровень, он представлен здесь. У него уже есть зависимость типа размера на выступ. Также у данного семейства сразу же настроен параметр стрелок разворота и направления двери. То есть по факту, если бы я делал максимально примитивное семейство, я бы выдавил дверное полотно, поставил бы линию открывания и воспользовался как раз таки переменными показателями. Но мы их будем добавлять с вами вручную, поэтому я просто выделяю и удаляю получившиеся стрелки. Мне они не нужны. Что я сделаю теперь? Во-первых, я хотел бы выполнить дверь, чтобы она у меня... Сама дверь монтировалась и проем под дверь монтировалась с учетом пола. Выступ каркаса стандартного я пока оставлю. Дело в том, что в некоторых проектах помимо перекрытия у нас еще и присутствует пол. Неожиданно. Так вот, я перехожу на любой из фасадов. Линию открывания дверей я могу оставить. Она мне пригодится в дальнейшем, чтобы ее можно было не перерисовывать. Что я сделаю? Я перейду в панель создания и поставлю опорную плоскость. Опорная плоскость, она будет у меня символизировать ширину моего проема. Именно проема, не путать с дверным полотном. И она будет идти, вырезать, по сути дела, проем под нашу дверь от самого пола. Что я сделаю? Во-первых, я поставил опорную плоскость. Добавлю размер. Размер будет идти до уровня чистого пола, по факту, до начала нашей двери. Подсвечу размер, заблокирую его. Теперь мне необходимо найти сам проем. При подсветке я вижу вырез от проема в панели свойств. Редактировать эскиз. Данный эскиз я продлеваю до моего пола, который уже был замоделирован, с удалением зависимости. Окно, удаление зависимости. И не забываем блокировать, ставить замок. Соглашусь с выполнением данного действия. Сам размер, пускай у меня будет полный не 100, а 3. Предположим, обычное сотня, ровное число. Поблокировать. Что я сделаю теперь? Подсвечу размер. И добавлю переменный показатель. Толщина. Толщина пола. Так как толщина пола в каждом проекте, да и в каждой комнате квартиры может быть разная, мы не можем использовать данный параметр для типа, мы должны использовать для экземпляра. По факту, чтобы он оптимизировался в зависимости от того, на каком уровне будет располагаться пол. Ну, это очень грубо говоря. Окей. Что я сделаю теперь? Теперь мне необходимо поставить, так как у меня появился переменный показатель типа, в проема моего до уровня пола по факту. Ну, минусу и уровень пола. Мне необходимо добавить параметр для вставки моего семейства, потому что если я его оставлю таким, какой он и есть, он у меня может привязываться к опорному ребру, получается, к опорной плоскости, прошу прощения, которую я только что замоделировал. И дверь будет искажаться. Что я сделаю? Я для этого в панели создания поставлю опорную плоскость ниже на данный момент и перенесу ее либо при помощи функции перенести, либо при помощи функции выровнять на опорный уровень. Лучше всего пользоваться перенести, чтобы потом ее не искать через клавишу Tab. Нажимаю на опорную плоскость, накладываю ее на 0 и сразу же в панели свойств ставлю галочку «Задать начало». Данная функция как раз-таки привяжет получившуюся нашу опорную плоскость к нулевому уровню. Что мы сделаем теперь? Я помню то, что дверь у меня без каркаса. По факту у меня здесь из каркаса присутствует только панелька, которая закрывает, очень похожа на наличник. Поэтому не кидайтесь мне тапками. Мы с вами делаем самое простое семейство, примитивное. Что я сделаю теперь? Я перейду на опорный уровень, пока не сохраняю. Я задам дверное полотно. Так как оно у меня будет скрыто наличником, я не вижу ничего под ним и каркас я не буду строить. Для тех, кто хочет, может поставить здесь новые опорные плоскости и привязать их размером. В расширенном уроке будет как раз-таки детализированная настройка всего семейства. Мы сейчас с вами делаем примитивный. Что я делаю? Я перейду во вкладку создание, опорная плоскость, задам одну опорную плоскость и еще одну. Поставлю между ними размер. Размер. Пускай у меня будет 50. Заблокирую его. Создам параметр. Параметр будет толщина, дверное, полотно. Это будет уже по типу. Параметр. Этот. Заблокирую снова. Замочек раскрылся. Блокируется замок для того, чтобы параметр перемещался обе опорные плоскости вместе, взаимосвязанно. И накладываю ее на верхнюю грань, то есть на наружную часть моей стенки. И блокирую его. Что я сделаю теперь? Перейду на фасад. Помимо того, что мне необходимо было замоделировать под каркас моей двери толщину, под полотно, мне необходимо также замоделировать опорную плоскость для моей двери на фасаде. Создание. Опорная плоскость. Моделирую опорную плоскость. Ставлю размер. Будет 10 миллиметров. Это будет размер моего дверного полотна. Отступа. Поэтому при подсветке размера создаю параметр отступ дверного полотна. Размер блокирую. Что я делаю теперь? Вкладка создания. Выдавливание. Выдавливание произвожу через функцию построения выбрать линии. Линия пойдет у меня от отметки смещения отступа моего дверного полотна по краю моего полотна дверного, то есть проема. Воспользуюсь функцией обрезать, удлинить до угла и обрежу ненужные мне линии. Соглашусь с выполнением данного действия. При виде сверху опорный уровень насматриваем данное отображение сверху я вижу то, что у меня элемент выдавился по сути дела вниз. На самом деле без разницы куда он выдавился. Я привязываю его к толщине дверного полотна. Замок. Замок. По ширине я могу уже не привязывать по умолчанию, не умея и так уже замкнуты между собой. При активации тонированного режима я могу увидеть то, что у меня построилось отображение моей двери. Но еще нету линии открывания и нету графического представления той же самой двери на панели. Но и ручки дверной нет. на трехмерном виде если я посмотрю отодвину этот размер пока не настраивал видимости графика поэтому пока мы его просто отодвинем. У меня получилась заготовка под мою дверь вот таким вот образом. Что я сделаю теперь? Добавлю ручки. Перейду на опорный уровень. Вставить. Загрузить семейство. Меня интересуют двери. Оборудование. ручка. Стандартную могу воспользоваться. Ручка рычаг. Она у меня подгрузилась в проект и в диспетчере проектов в свойствах вот она ручка двери. Создать экземпляр. Сразу же через пробел ее поверну в то направление в которое мне необходимо. Если этого не получается сделать. Сейчас сначала поставим потом развернем. Чтобы привязать корректно мою дверь я хочу чтобы она была на расстоянии ну предположим 70 миллиметров от моего дверного полотна. Я в панели создания моделирую еще одну опорную плоскость. и ставлю между ними размер. На самом деле опорную плоскость не обязательно было моделировать. Можно было воспользоваться функцией построения просто вспомогательной линии. Так как параметр для данного элемента я задавать не буду. И теперь при помощи функции выровнять я выравниваю свою ручку сначала по параметру прошу прощения наоборот раз два здесь неудобно ручка совпала все сдвину от центра раз два блокировать не забывайте блокировать элементы ручек при накладывании на опорную плоскость чтобы они у вас не сместились дальше наружная сторона двери блокировать внутренняя сторона двери не зато привязался сначала за опорную плоскость потом за ручку блокировать посмотрю на фасад я вижу то что дверные ручки привязались к отметке моего пола это не совсем корректно что я сделаю для начала я просто воспользуюсь функцией перенести перенесу ручку и добавлю размер чтобы понять где они относительно дверного полотна располагаются вторую ручку так как она снизу располагается я могу перенести тем же самым методом пользуясь одним и тем же видом либо мог что сделать откачусь назад выделяя зажатой клавишей control я могу видеть то что у меня две ручки выделились одновременно и теперь уже перемещу их на высоту добавлю размер 990 миллиметров лучше тысячи раз могу удалить размер проверю вторую ручку чтобы она той же располагалась на такой же высоте тысячи удалю размер на трехмерном виде дайте настроить для размеров нет сначала закончим с нашей дверью я могу видеть то что таким образом у меня уже получается моя дверь что я буду делать дальше мне необходимо настроить параметры отображения для моих элементов чтобы предположим дверное полотно отображалось на двухмерном виде только линии открывания моей двери что я сделаю подсвечу линию параметры видимости уберу с в данном случае с высокого уровня отображения на двухмерном виде моей двери в данном случае я никаких изменений не увижу но если я активирую видимость просмотра включить то я могу обратить внимание то что дверь у меня исчезла при высоком уровне детализации настрою то же самое для дверных ручек я мог воспользоваться параметром видимости задать то что при высоком уровне детализации они не видны но сейчас это делать не буду что я сделаю теперь перейду во вкладку аннотации меня интересует символическая линия символической линии меня интересует открывание моей двери проекция двери я сразу же перейду во вкладку вид активирую функцию тонкие линии чтобы у меня линии были с утолщением и я их сразу же видел воспользуюсь панелью аннотации символическая линия и моделирую окружность выходящая из начала моей двери и доходящая до границы моего проема дальше воспользуюсь функцией линейного построения и сделаю грубо говоря четвертинку моего пирога раз два воспользуясь функцией обрезать удлинить до угла я обрезаю все что мне не нужно что я сделаю теперь выделю зажатой клавишей control линии и настрою параметры видимости и графики что они не отображаются на низком уровне детализации но отображаются на высоком и среднем окей что я сделаю теперь для моей двери подсвечу дверное полотно и в панели свойств меня интересует материал по категории я хочу чтобы он был переменный для этого нажму на маленький квадратик значения параметров семейства и поставлю материал двери я хочу чтобы у меня и дверное полотно и по сути дела мой наличник были выполнены из одного материала поэтому я могу и каркас который был изначально у меня задан по шаблону перегнать в значение параметров материал двери ой прошу прощения я не создал тогда с двери дверное полотно создать материал создать параметр материал двери окей и каркас перегоняю тот же самый параметр материала двери я это делаю для того чтобы при загрузке моего семейства в дальнейшем можно было самостоятельно выбирать материал из которого состоит моя дверь с ручками сделаю то же самое подсвечу ручки и материал здесь уже есть переменные показатели ручек пока оставлю их такие какие они есть следующее что я сделаю элемент управления сделаю чтобы данное семейство могло вращаться элемент управления добавлю чтобы у меня дверь можно было вращать это два по горизонтали и два по вертикали чтобы можно было дверь развернуть в одну и в другую сторону материал у меня задан что я сделаю теперь перейду в опять же во вкладке изменить типоразмеры в семействе произведу сортировку кстати толщина пола по умолчанию поставлю блокированное значение отсортирую пускай у меня ширина будет выше чтобы можно было редактировать высоту ширину примерная толщина мы с вами так как дверь у нас не состоит из каркаса то по факту мне не нужно здесь вводить никакую формулу в панели формула я могу оставить здесь значение что у меня примерная ширина равняется и примерной моей обычной ширине пускай у меня будет 1000 и 2000 толщина которыми я ее не задействовал это толщина моей по сути дела двери можно было использовать если у вас есть каркас в вашей в вашем семействе который у меня будет в расширенном уроке здесь я мог записать формулу причем формула будет опять же чисто те названия которые присутствуют ширина минус там тоже самое с двух сторон у нас наличник будет минус толщина наличника либо толщина каркаса и примерная ширина будет рассчитываться по формуле сразу же зависимость на данный момент ее нету что я сделаю я во первых закрою все лишние окна по моему проекту включу параметр видимости и проверю в данном случае это будет при высоком уровне детализации при низком уровне детализации у меня будет отображаться моя дверь что я сделаю теперь файл создать проект пускай у меня будет архитектурный шаблон проверим как действует наша дверь на самом деле я мог поменять параметры типа размера в семействе но покажу на живом примере поставлю любую стенку перейду к своей двери загрузить проект ставлю дверь и проверяю как она будет работать сначала линия открывания развернуть можно можно проверю на низком уровне будут ли ручками обращаться повернулась повернулась также и открывание двери на трехмерном виде включу сразу же реалистичный вид дверь во первых посмотрю изменить тип я могу поменять материал моей двери пускай она у меня будет выполнена из какого-либо дерева вон дверь панель могу увидеть то что для семейства она сразу же подстроилась изменю параметры пускай у меня будет 200 на 700 ручки ошибка с привязкой двери ручек моих дверных что я сделаю вернусь к своему семейству и проверю у меня не поставлен был размер окей ставлю размер зависимости заблокирую просто его не добавляя никакого типа размера снова загрузить проект заменить существующую версию значения параметров и проверю то же самое изменить 200 на 1000 не на 1000 на 700 ручки дверные смещаются вместе с дверью по факту мы с вами сделали примитивное отображение для нашей двери все настройки уровня графики можно регулировать вручную в данном случае у меня на высоком уровне детализации дверная панель скрылась я мог изменить этот параметр 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 переопределить видимости графику по умолчанию сейчас на планах она у меня отображается переопределить видимости графику убираю галочку с секущих планов и планов потолков и этажей окей она у меня пропадет при активации просмотра включена с дверными ручками проделаю то же самое переопределить с планов этажей ее уберу линию открывания моей двери кстати дайте я проверю она у меня удалена или нет линия двери я ее могу уже удалить мне нужно чтобы только дуга осталась что я сделаю закрыть проект загрузить заменить существующую версию вот она линия ушла перейду на трехмерный вид проверяем средний низкий здесь все отображается на планах этажей средний низкий если вы хотите чтобы ваше семейство в дальнейшем при загрузке подсчитывалось верно я вернусь назад в то семейство которое мы с вами создавали подсвечу дверное полотно и здесь мне нужно выбрать подкатегорию к которой относится моя дверь она у меня будет относиться к панели сами наличники будут относиться к каркасу импосту программа уже у меня их сама переопределила ручки дверные либо нужно смотреть если здесь не создается тип каркаса и вообще категории к типу каркаса возможно они уже были заданы автоматически вот все зависит от того что вам необходимо в итоге мы с вами научились создавать дверь скрою для отображения стандартную базовую дверной ручкой которая будет вращаться теперь я могу воспользоваться функцией файл сохранить как семейство и это будет дверь моя лучше не в документы а туда куда вы будете пользоваться в данном случае я создам еще одну папочку семейство дверь я создал семейство дверь сохранил ее и могу уже спокойно добавлять в любой проект все переменные показатели в нем останутся если я зайду типоразмеры семейства и захочу чтобы у меня было несколько категорий различные двери я создам тип отдельного категория семейства создать тип предположим у меня один на одна дверь но будет по типу различаться по ширине там или по длине поэтому я могу создать отдельный тип для данного семейства и уже в дальнейшем использовать все необходимые настройки ну вроде бы как из основного материала который я хотел сегодня вам предоставить у нас все если вам нравится мои видеоуроки не забывайте подписываться для спонсоров напоминаю то что будет более расширенный курс по семействам начнем опять же с двери он будет более детализирован чем этот и надеюсь что будет интересно всем спасибо и всего доброго скоро увидимся до сих пор до сих пор до сих пор